Для тех, кто в записи смотрит, это юбилейная, десятая часть трансляции Bloodborne. У нас есть некий персонаж с грибом на голове, шапка другая, но этот гриб это Рунка. Рунка, которая, кажется, к шансу найти предмет. Молочай называется. Появилось новое оружие. Вчера на трансляции это Ракую. Сразу сделали плюс 9, не беспроблемно, тем не менее. Очень хорошая пушка на ловкость, два режима, поставили самоцветы. Урон конский, 154 плюс 267. Босса вальнули вчера, даже парочку, даже трех, наверное, да, трех, там же еще один. Ну и записи прошлых частей вы можете найти на ютубе. Нам предстоит сейчас дорога, не так далеко, кстати, осталось до босса, судя по всему. Тут через шорткатик вниз. Но внизу довольно жесткий, жесткий NPC. Ну не NPC, а враг, короче говоря, за головой. И там главная сложность сражения с ним заключается в том, что там тупо места очень-очень мало. Прям очень мало места для того, чтобы как-то его держать в поле зрения и справляться с ним. Ой, да ладно, тут люди... Ну, такой урон классный, влетаем. Пушка достаточно быстрая. Сколько боссов осталось? Я не знаю, не хочу его на самом деле знать. Да, поэтому сложновато бить. Есть пульки, есть пустая раковина фантома для бафа пушки. В отличие от прошлой пушки, на этой как раз действуют бафчики. Ой, а ты откуда взялся? Слушай, даже поскольку кто-то сверху скрыгнул дыр. Ладно, это долго будет идти. Курсор опять? Ах, курсор. Сейчас я его уберу. Все убрал. Так, так, пацанок еще мекает. Тэй, отдельный привет. Сиротушку находил, какую сиротушку? Так, давайте сначала вот с этими упырями разберемся. Вот, ну, видите, как здесь камера прыгает. Потому что потолок низкий. Потому что места мало. И если таргет поставишь, тебе можно завернуть так, что мало не покажется. Звенит, извините, звенит. Не появляется. Где он? А, он сзади появляется. Вот этот тупырь. Вот. Я только не вижу. Может, его вывести отсюда нафиг. Да, давайте попробую свалить просто. Не в ту сторону я валю, блин. В неизвестность валю. Ну ладно, давай. Давай, давай, друг. Ну, я видел, что он чарджем заряжается. Ну, откуда ж я знал, какой там тайминг у этого чарджа. Сумасшедший какой у него. Булава, блин. Жесть. Ваншот. То есть у меня не полные были жизни, процентов 90. Но не факт, что это не был бы ваншот. Да хватит орать там. Сейчас, подождите. Я посмотрю, что это с котенком. Слышь, ты, мил. Котенок, которого жена лечит, застрял на когтеточке. То есть попробовал вслед за взрослым котом поточить свои маленькие когтеточки и зацепился. И жалостливо так мяукал. Мяук. Бывает. Я спаситель котов. И дрессировщик известный. А! А! Это теми Dark Souls. С такого расстояния упал. Одну пятую здоровье потерял. Но остался жив. Вообще. Да, нет. Вот этого шустрого надо забрать. Так, я хочу вот сюда его вывезти. Но там мобов еще много. Да нет, надо на том пятачке с ним сражаться просто. Опять. Ни хрена не вижу. Ни хрена. Так, собрались. Давай фулл хэпэ, чтобы выжить. И он появляется сзади, да? Да, он на зале появляется. Хармокушку. Так, удар в прыжке. Что-то попивая там еще. Да-да, давай. Класс. Четыре удара в серии. Нет! Он еще выхимится. Он еще блокирует. Ну, куда же ты? Нифига себе! Ни черта не вижу! Опять 25. Может, расстрелять его по чертям собачьим. Вот, это хорошая тема. Он парирует, кажется. Не вижу, вообще не вижу! Короче, я его буду сейчас расстреливать пульками. Возьму сейчас этот... Девайс. Реально, ни хрена не видно. Начинаешь там пере... Это самое. Шажок влево, шажок вправо. Сразу хоп тебя! То ближе, то дальше. Привет, Руш-Руш! Привет, чайку! Когда игру ты пройдешь, спрашивай, Дима. Откуда я знаю, когда я пройду? Брокколи на весь экран заслоняет. Ну, нет, там проблемы, конечно, в камере. Но, наверняка, главному герою несколько некомфортно с такой фигней на голове. Спорить-то даже не буду. Можно было, кстати, спускаться... А, нет, я вот с той стороны, если прыгнул, то я разбивался. Ну, ребят, аккуратненько. Выводи его из туннеля. Да, наверное, нужно. Но здесь просто много вот таких катаклей. Ой! Обнимашка. Да, хорош. Иногда много урона наносится. Иногда, видимо, я попадаю не по телу, а по панциру. В этом проблема. Бутафория. Привет! Да, вот здесь вот с ним будет лучше сражаться. Единственное, что... А есть у меня вообще эта штука, которая... Да, вот-вот-вот-вот второй предмет. Глаз черного неба. Называется он. Всем глаз, пацаны. Как не попал-то? А, уже звонят. Блин, таргет с ними. Все, короче, валим. А он еще не появился. Вот такие караги. Вон, таргет. Раз, ушел. Так, мелочевку убили. Хорошо. Самоцветы. Это на... У нас... Оружие огнестрельное. А, вдруг? Пульки у меня есть. Вот он пошел. Урон, конечно, не очень. Но... Ха-ха. Ой, не смейся. Раньше времени, держи дистанцию. О, парам-парам-пам. Да, блин. И? И? Да... Да он хитрый какой, а? Уй, уворачивается еще. У меня четыре пульки осталось. Да хорош. Все. Один удар, и все. Ну, забузили. Ничего, забузили. А кровавленные штаны нам дали за него. Кровавленные штаны. Были... Были перчатки уже от другого товарища. Мне как-то не впечатлил вообще этот доспех. Ну, что в нем такого? Резисток чудовищности, наверное. Самое... Самое топовое. 46 чудовищность. Да, и здесь чудовищность 36. Так-то в среднем они... Вообще не очень. Кинжалами валятся на раз. Ну, тут и так удалось. Давайте пулик сделаем. Это бн-ное количество. Там слева еще один упырь. Опасный, который черепки вызывает. И ланшотает. Так, но здесь не пройти в любом случае. Что за подсказка? Помни луну, и кошмары от них тут воняют. Лакер, говорит Петр. Так и живем. Так и живем. Ой. А, там уже полетели. Это те два знания безумца, да? Лут, который в пещере? Нет, там какая-то... Какая-то хрень. Ну, мне, судя по всему, сюда. Потому что... Прям по курсу тупик. Причем опасный тупик. И там лут я уже взял. Взял ли? Да, взял. Просто черепки, они что-то очень, вообще, мощные. С Богом. Кошмар. Кошмар. Одна из самых нефрендли локаций. Спуск есть по лестнице вниз. Ртутные пули хорошо. Темень. Жуткая. Вижу, какой-то механизм, что ли, подсвечивается. Шаркат ли? Опа. Лифт наверх. То есть можно и вниз спуститься наверх. Но сначала давайте попробуем осмотреть пещеру. Потому что, мне кажется, эта пещера как раз выведет нас, по крайней мере, к тому луту, который был недосягаемый. Ой-ой-ой-ой-ой. Там товарищи с безумием. Так, по крайней мере, нужно взять успокоительное за основу. Пошел безумие. У меня резиста хреновая. И на доспехе, и на... Да ладно. Снимаю. Да, нужно менять доспех. Так, сопротивляемость безумию. У меня есть соточка резистов от безумия. Так, давай так сделаем. Просто одеяние бродяги вообще никаких резистов не дает. Яргул хорош. В плане резистов. Сет поменяли. Сет поменяли. Так, ну давай, наверное, в более безопасное место пройдем. Вот, лутецкий. Там приуныли, пацаны. Мудрость великих. Извините. Ты был не враг. По крайней мере, пока. Тебя просто к стримфесту игра готовит. Там ребята с желанием подсказать, может, так же на тебя прыгают. Да нет, у нас... Я много раз встречался с товарищами, которые на бутгейм постоянно заходят. Они похожего возраста, похожих взглядов. Ну, по крайней мере, из тех, кто трансляции смотрит. В принципе, стример и аудитория, они чаще всего имеют много общего. Ну, как бы, это... Йо, красота, сколько тут фолловеров. Ну, иначе, как бы, если не было общих интересов, то вряд ли... Йо-моё. Вряд ли было бы интересно трансляцию смотреть. Красота-то какая. Так, ну сзади, вы помните, я оставил. Так, и тут будет файт, я вижу. Вообще, похоже на босса, если честно. Сейчас, ну, вон, я вижу, там, товарищ умер впереди. Призрак. У меня 9 бутылок. Пистая раковина. Ну, ладно, давай. Че, босс будет. Да, босс. Да начнется боль, говорит Агромоб. It's alive! А, из-за него выползает какой-то трупчанский. Ну, че, зубы прямые, нос как у меня. Ой-ой-ой. Нет, к руке прилипло. Сирота-коса. Сирота-коса. Ну, смотрим. Да, у него в руках какое-то оружие. Прыгает, бьет. Там. Ёбресет, бля. Че там плотный какой-то. Так, запоминай движение лучше. Ты его точно сейчас не убьешь. Кажется, тут парировать надо будет. Прыжок-удар, да? Удар сверху, двеня руками. С сплэшем хорошим. После этого можно бэкставить сюда. Удар слева, удар справа, клифф. Так, а зона-то сзади есть? Удар сверху. Вот, как раз вокруг можно обойти его будет. Ой, достал, а? Прыжок-удар. Да, наверное. Да как достал-то? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все три удара получил. Короче. Медленный урон очень хороший. ХП до хрена. То есть, его вот так вот лупить долго. Надо бэкстебать стопудово. Но удары сравнительно простые. То есть, они четкие, достаточно медленные. Надо их идентифицировать и вперед. Джуз на этом боссе больше статраев. Да ладно, не, не надо. Не надо меня стращать. Так, у нас был лифт вроде как. Который теоретически мог быть бы шорткатным. Но я к своему... Да нет, вряд ли это шорткат. Ну, хотя далековато бежать получается к боссу. Нет, там должна быть шорткат поближе. Надо лифт проверить, действительно. Я допускаю, что на второй, на третьей фазе, если там третий у него, конечно, есть, босс преобразится. Но в первой фазе он достаточно медленный. Поэтому в этот раз, я не знаю, что это... Ага, ты... Так, пробегаем. Пробегаем, пофиг. О, тут опять появляется сзади. Ничего себе. Давайте проверим, куда нас лифт приведет. Пока, пацанок. Холодная кровь. Да, похоже, что шорткат. Открываем. Главное сейчас понять, где вообще это находится. О, это сразу у фонаря. О-о-о-о. Удобно. Так, раковины-то вообще мне... О, тихо-тихо-тихо, пацаны. Вы чего? Так, мне не туда. Мне вот сюда. Так, то есть пробуем сильные удары сзади. То есть и выедить атаки, те, которые являются одиночными. То есть удар двумя руками сверху. Удар... Ой, какой там же еще удар есть. А, у меня же тут еще душа. 18к. Мне очень приятно. А, в прыжке уже еще удар. Так, вот и не тот удар. Это не в том прыжке, как я думал. Сирии, конечно, странные. Это клип. Вау! Кручу-верчу. Я помню, у нас в лагере какая-то подобная игра была. То есть что-то подвешивали на веревку и вокруг крутился. Надо было перепрыгивать. Я не запомнил это движение его, с чего начинал. Долгая подготовка, был специфичный крик. И даже, кажется, с замахом. Ну, то есть он так поворачивался. Ясно. Далеко падать? Не проверяй, Миш. Ну, там скакалочки, да, можно было крутить. Но она местами была жестока. Потому что если на конце этой веревки что-то есть, а там обычно что-то есть, чтобы круче крутить. Для центробежной силы. То травмоопасная игра. Ну, так сами просто какие-нибудь могли появиться. Так. Поехали. Кирпич, говорит Сиферов. У кого как. У нас вроде не было кирпичей. Стоп. Я же могу поставить более правильный армор. У нас там чисто пока физика, правильно? Поэтому снова в оборванце одеваемся. Кипарик тоже на 60 изрезов. Дальше, естественно, убираем успокоительное. Смотрим. Что мне может пригодиться. Пушку на плюс 10 можно сделать. Так. Рейнджовую штуку я пока уберу. Так, а это у нас что? Я забыл этот предмет. А, это контрудар. Слушайте, может на парирование его реально ловить обгуром? Поехали. Опять же, нужно взять душу. Не успеваем. А, здесь успеваем. Хорошо, первый бэкстепчик. Две с половиной тысячи. Хорошо. Что это такое? У него уже с десяток движений насмотрел. Отлично. Супер воин, Михаил. Вот зачем я начал сейчас? Ой, сейчас крутить будет. О, узнал, узнал вас. Богат мне будете. Короче, назад проходит. Опять крутит, да? Понял тебя. Что это такое? Ой, а, это если он руку в землю, то где-то АОЕ будет. Хотел поймать, но... Не удалось. Надо запомнить те удары... Крутить опять же здесь. Те удары, после которых он подтупливает. Варирование лесом идет, как раз. Вот, после этого нормально можно. Если б я, блин, не увернулся от двойного-то... Да-да-да. Вот он. Ну, почти. Да ты псих! Сняли треск УП. Прогресс есть. Может, ну ее, сиротку, пойдем к Машке еще раз. А что, можно еще раз к Машке сходить? Нет, этого товарища в убьем. Нормально все будет, не переживайте. Надо, наверное, придерживаться вот текущего замысла. То есть, идентифицируем движение. Удар это одиночный, серия ли, пытаемся увернуться. По желанию можно, конечно... Наверное, пустую ракуину все-таки буду делать. Парировать пару раз не удалось. А проверять его на парирование, значит, по лицу прилично так получать. Удары у него увесистые. Так, а если относительно... А, короче, коридор, который светится, да? Нет. Откуда снег идет? Да. Так, ладно. Здравствуйте. Чарм пошел. Вот он удар. Нет, это просто третий удар в серии. Твою ж медь! Да, большинство ударов сделаем. Ребята, большинство ударов сделаем. Можно поставить тему на перекаты для того, чтобы лучше уворачиваться, косточку юзать. Но лучше, конечно, просто шагать чуть позже. Именно чуть позже. Причем два раза тебя шажки не спасают. Он спокойно поворачивается во время подготовки удара. И если ты просто, там, даже оказываешься у него за спиной, некоторые удары у тебя... Он развернется и ударит. Миша тебя месит тигровой креветкой. Ну, креветки нынче дорогие. Санкции, все дела, поэтому... Посмотрим, что от него останется. Может быть, я... С лимончиком отварю. Так, хорошо. Я как-то к ударам не присматривался опять. Ну, и я их сильно не различаю, к сожалению, пока что. Это... Это плохо. Косточка пошла. Ну, вот-вот-вот-вот-вот. Значит, снизу он так... Так. Ну, жган, ну, аккуратно. Вот этот удар хороший. Как достал-то? Я сам прыгнул под удар. И второй раз тоже. Да-да, прикольный. Звуки у него одинаковые. Тут важно... Важно понимать, что за тип удара. Я сейчас зря вообще действую так, как действую. Надо просто провоцировать его на удары. Сейчас, давай сейчас сделаем все правильно. Давай, все, ты сможешь. План такой. Я не подхожу к нему, не пытаюсь его ударить. То есть я подхожу на среднюю, на ближнюю дистанцию, но... Следующая задача, это просто фиксировать, что он делает, какой удар он, и что после этого получается. То есть с одной руки бьет, с двух рук бьет, забег ли какой-то чардж, типа, или там слева, снизу, сверху, справа. Короче, изучаем. Изучаем. Души мои, души. Я косточку все-таки не взаю, она мне поможет продержаться подольше, я надеюсь. Ну, давай. Значит, ты идешь. Одна правая рука. Замат. Справа, слева, с увеличивающимся рейнджем. Сзади ничего. Опять тот же самый, да? Только одиночный. Да, тот же самый, да. Хорошо. Вот это придется. Вот перед крутилкой у него еще крик. Сейчас вот справа удар. И слева. Ну, как-то разнообразия пока большого нет. Опять крутится. Окей. Ага. Крик, чардж, одиночный удар. Снизу. Вот такой же. Да, 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 я понял. Опять крутится. Раз, два. Все удары, все удары, которые только можешь увидеть у него. Смотри. Короткий удар снизу. В крючке. Сверху после прыжка. Сейчас второй будет, нет? Нет, второго нет. Крыжок. Раз. Это снизу под это самое. Еще. Вот после этого удара хорошо. У него пауза вроде. Снизу. Крутится. И вот так и ты изучай его, изучай. Слева. Так, справа. Все. Короткий удар. А, это мы... Он не продолжал серию. Аааа, вот это да! Крутится. Да, я же жал. Раз, два, три. И в конце четыре. Вот уже второй раз ловлю я последний. После этого хорошо можно. После этого можно. Крутится. Это же заскриптованная скотина. Чего ты переживаешь? Вот после этого отлично вообще. Но редкий удар. Крутится. Крутится он, начиная, по средней дистанции где-то. Поддевает. Я этого не помню удара. Хорошо. После этого тоже можно. Удастся. Чего ты опять начинаешь бить-то? Господи! Ты же ничего не понял еще! Твою ж медь! Ну вот что? Кто тебе? У тебя план был? Надо его придерживаться. Ну. Опять 25. Чертовы рефлексы. Успокойся, Миш. Слева. Справа. Достал. Половина хп где-то снимает. Кружок. Удар. Ну не мог сейчас. Продержаться опять. Будет продолжение? Нет? Вот, вот это хорошее. Хорошо. Плохо. Молодец! Вот вылакал все. Тебе бы еще домой вернуться на косточки. Не, маловероятно. Не, маловероятно. Ага. Понял. Сейчас, если крутилка будет, я попробую юзнуть меткой. Вот она. Глупо. Хотя мог бы успеть. Нет, нет. 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 Не уйдешь ты отсюда по-своему. Красавчик. Пасесуально, как так-то. короче хилок нет попробую я все-таки вот она метка 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 где блин у меня есть вообще метка охоте нет у меня нет последняя хилка ну все на победу пошли эй да как случайно давайте вернусь домой закуплю бутылок и пойдем на него какой монитор у меня один lg-шный другой аоковский аоковский получше который 144 герц держит можно же предметы выставить на дуб панель да нет слишком сложно было близко я по нему не пытался практически план у меня был как раз посмотреть на его на его движение вот зачем интересно но удар увесит и хорошие прям киух так что же что же делать во-первых я жмякаю знание безумца сразу же жмякаю кровь одну для грейдов для бутылок почти измотал его но я видел что он уже так сдается понемножечку берем сейчас за безумное количество один кровавый камень для того чтобы сделать пушку плюс 10 усовершенствовать оружие а модификатор будет так давай зафиксируем плюс 10 так 267 было плюс где-то 30 так самоцветы 164 плюс 292 опа так удар это под вторую фазу у меня самоцветы 17 и один появился атака повышается вместо этого может быть атака повышается на 15 физическая атака 9 ударная атака 11 так а может что то еще есть можно под бэкстэп очки 316 урон на основной упадет но ударная увеличится а ударная это вторая фаза и она мне не нужно ну в смысле второй тип вот этот ударная там нет как такового сильного удара то есть а бэкстэп быть не могу это скорее ауе так вот так вот тут туду туду точно никак да самоцвета нет нужного это более универсальный вариант под лифтом был какой-то камушек крутой вроде подбирал нет нет сейчас проверим его на хилок взять одну меточку наверное взять чтобы те 16 к душ можно несколько их сразу чтоб 5 пузырьки на остатки а сколько мне вообще пузырьков всего один стэш мало пузырьков так теперь чекпоинт скорее всего придется к свиньям зайти формануть на 40к где-то пробежать разок да хижина рядом с маяком похоже мне сюда ладно ушка вроде хорошие когда обнаружен рак необходимо определить его местоположение я зацепился за ключевое слово рак церковь выходит на ходу в качестве врача кровь и далины так значит можно попробовать его без бэкстэпов а вот хотя зачем попробовать то можно но но к чему это все так я убираю лифт во первых здесь лестница и сразу заприметил но не пошел туда потому что можно в разные стороны а потом хоп 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 и босс все на дно тут действительно лутецкий посмотрим что самоцветр треугольный прок ох народ сам св кр 6 ну все понятно я считаю я его ставить что он дает посмотрим господи локализаторы вот он атака народ 27 26 и 7 атака на чудовище минус 11 процентов ну вот он кто он чудовище или он что тут как-то он видишь показывает на плохо показывает ну чего мы пришли чё пришли давай давай он рот скорее всего ну скорее всего потому что иначе бы не ставили рядом с ним этого ну эту руну не кидали бы рядом с ним поэтому я сейчас во первых поставлю метку засейвлю постараюсь не умереть возьму соответственно души потом вернусь домой поставлю самоцвет и куплю заодно бутылки на эти 18 косарей которые здесь можем восстановить и так на четверто урон по нему а чё ты хочешь если ты с ним сразу найдешь я как бы и хочу еще не определился да ё-моё что ты косой такой-то спиной у него вообще безопасно главное лицо не ловить вот так все будет а у я подсвечивается зону где а у я слушайте он спину представляет регулярно еще потихонечку ты его там только надо было увернуться и спина была бы открыта вот так загрыжу короче удары действительно и у него и выйдет сейчас мы поставим самоцвет возьмем баф все план такой я думаю пробежать мне по свиньям или не пробежать за бутылками или души жмакать души то конечно можно жмякнуть 32 капли обойдусь без поросей итак заменяем кровавый самоцвет треугольный ставим этот а вместо этого ставим универсальный на физуху 164 плюс 329 но зато плюс 26 и 7 процентов урона по нему мы где-то 65 с бафа убрали да ну то есть дополнительного урона 65 относительно суммы ну допустим там было 4 было 470 стало 400 а четвертом 125 в любом случае выиграли какое-то количество уроном но стали не очень универсальными 44 бутылки беру пустая раковина тоже даст мне баф буду буду стараться первая фаза вроде бы понятно более-менее в последнем трое от часть ударов спокойно уворачивался единственное что вот когда двумя руками он бьет надо там побольше задержку выставлять перед перекатом и все таки бэкстебы наверное лучше потому что ты две две с половиной наносишь даже больше одним бэкстебом ты носишь две с половиной урона проводить серию хотя надо попробовать мне кажется что у него там защита хорошая и где мой там душа а его можно так ставить не поворачиваться прошаренный тип тут перекатываться оказывается да нет короче когда он прыгает перекатываться не надо тогда после прыжка ты сто процентов его бэкстеба еще но дальше я наловил жуть просто сколько три удара наловил урон меньше стал да ошибка сейчас посмотрим на бэкстебе бэкстебе вылетала кажется две с половиной все таки попробовал пару раз репост сделать может быть стоит вернуться к троим бэкстеб на мой взгляд более безопасно на самом деле я от удара просто ухожу и тогда я могу было 2 900 2 599 на бэкстебе было и от ровно ой не угадал я думал так 2 300 до урон хуже ну что вообще не прошли провоцируется держим дистанцию большую он прыгает получает прыгает 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 от этого удара наверно надо справа уходить ну вот он ой-ёй-ёй надо в глебу уходить решил вправо уйти против против удара в прыжке надо как раз уходить против часовой стрелки а если он говорит а его снизу пушку делает то это да миша урон меньше не стал бил по счету бы уже разобрались то урон упал да 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 надо вернуться назад переставиться во цвет значит он не человек получается что он чудовище как выяснилось слишком дом что репост не на всех атаках проходит понятно было 625 стало 533 переставим не проблема жалко конечно так здесь соответственно меняем ставим так здесь ставим где-то пятнашечка вот она так 292 урон бонус клево-клево вот так все просто берем и провоцируем его на удары в прыжке по крайней мере в первой фазе спокойно обходим против часовой стрелки и снимаем по 2-2 600 ему и все а вот что будет на второй фазе для начала стабильно доводим его до второй фазы я еще ни разу не доводил но план у меня такой доводим спокойно до второй фазы проверим ну и ну и ну и ну и ну и пищи Ещё разок. Надо зафиксировать расстояние, на котором он... ...чаржится. Прыгает. Опять. Прикольный. Мне кажется, он на средней дистанции прыгал. Ну давай, смелее, мой юный друг. Ну вот где-то так ты прыгал. Ой. Ой, сейчас будет ещё удар. Ну прыгни, пожалуйста. Я очень тебя прошу, ну... Ты же прыгал, ты умеешь, я знаю. Может подальше нужно от тебя находиться. Вот, смотри, как далеко. Смотри. А вот от этого вправо можно входить. И к спине сразу. Надо проверить разум. А я выпью за твое здоровье. Ну, друг, прыгай. А зачем я сам увернусь-то? Какой Вася я? Нет. Жив. Случайно. Так, хорошо. Ты видишь. Да опять двадцать пять. Крыжок. Опять не туда ухожу. Выпину, ладно. Ну, третий будет. Угу. 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 Вот так. Очень хорошо, Михаил. А ты, может, сможешь без переката туда? Вот надо было сейчас бэкстэдить. Ну ты же Василий. Я примеряюсь к нему. Всё нормально, пацаны. Вот сейчас вот. Да как попал-то? Ну я раньше уходил. А как так? Как так произошло? Как? Как? Как так? В этой игре ты убил отца девочки, которая пошла его искать и сож... Ее сожила свинья, убил кормилицу и младенца, сейчас убиваешь сироту, в чем твоя проблема? Что тебе сделало общество? В том-то и дело, что ничего общества не сделало, а должно было. Я ждал от него сочувствия, понимания, а ему все равно. Сними мерзкую руну молочай, он ничего полезного не дает, один из шмотки Марии, и эпично будешь выглядеть. Вот молочай, кстати, да, действительно, вот против этого босса-то точно ничего не делает. Там можно рунку поинтереснее поставить, но... Я не знаю. Мне пока что идея с... Я думаю, что после прыжка я смогу нормально себя показать, бэкстебнуть. Вроде бэкстебл, блин. Может, если уклоняться? Ай, достал. Просто если делать... Если делать шажок, ты к спине к его не выходишь. Может, делать шажок заранее. О, хорошая идея. О, давай действительно попробуем шажок заранее делать. Что-то не стыгерится. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Полегче, межган. Слушайте, ад. Так, когда он рукой делает, тоже его спокойно можно... Нет-нет-нет! Когда он рукой делает, вообще отлично. То есть точно можно бэкстебать. Не увидел? Не увидел, что быстрый удар. О-о-о-о-о! Да, прикольно, прикольно. Может быть, имеет смысл ближе держаться и активнее действовать? Но я наоборот хотел стабильность. Нет-нет-нет, давай-ка с бэкстебами. Давай с бэкстебами, все нормально. Просто если он прыгает, ты заранее делаешь шажок в сторону. Заранее шажок в сторону. В правую, если он прыгает. В левую, если он тянет оружие к себе. Он заденется, скорее всего. А вот не факт, я не проверял. Действительно. 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 Ладно, давай. Прыжок. Красавчик. Короче, можно сделать прыжок, но... Но реально заранее. Давай слева сейчас, наверное, да? Ты чаще слева бьешь. Не чардж. Это-то ладно, это фигня. Дистанцию держать легко. Крутится. Жду эти два движения. О, 25. Ну. Я хотел так попробовать. О, хрень выходит. Хрень, потому что ты в спину не попадешь. Ему. очень часто промахи по спину крутится. Ой. А че ты пошел? Размелывался. Все? Все. Да, решил ударить и все. В тар-тарары. Да, можно попробовать попарировать. Потому что вроде как удары посмотрел. Слишком много проблем с бэкстебом. Из-за того, что он мелкий скотина. И я часто промахиваюсь просто по спине ему. Давайте возьмем Авгур. Авгур хорош. Он даже Он же стагерит, насколько я понимаю. Авгур. Кроме и мобов-то точно стагерит. Даже если ты не вовремя его июзнешь. Ничего страшного не будет. Прикольный босс. Хороший урон. Много хп. Любопытные тайминги. Даже на первой фазе. Работаем. Ну, для парирования надо же рядышком быть, да? Отлично. Надо запомнить удары, которые... Которые парируются. У меня, собственно, их... Я подозреваю, что чардж-удары, они не парируются. О, есть. Короче, надо раньше... Раньше парирование июзать. Просто загодя. Видимо. А сейчас он прыгать начал. Капец. Капец. Давай. Да, оттолкивай. Ой, не уйду, король. Капец. Разок я его... Препарировал. Но... Но... Че-то мне не нравится это все. Че-то это мне все не нравится. Ладно, поехали. Ура, новую публикацию. На что ты там понаподписывал, Ильдар? Понаподписывался? Я не запомнил даже, кстати, какой удар был препарирован. Потому что еще идет от тебя анимация. Такая, ну, как бы, вообще жесткая перед собой. И... И не видишь там движений многих. Ладно, давай попробуем. Ё-моё, вот это что-то новенькое. Короче, врачу. Мне кажется, можно просто его по удару наносить и все уже потихонечку. Вот здесь вот как раз. Да, вот здесь притромахивается и все. Да я жижал! Не-не-не-не. Выпьет. Вывалит. Он весоморезкий не станет. Ай, достал. Извини, я в хильный случай. Где бэкстеп, Вася? Слушайте, а может надо было пресс-экстеллинг делать и все? Тут вообще проблем никаких. Ну да, тут надо... Нет! Да-да-да, я не вовремя. Короче. Парирование для слабаков. Сейчас все будет. Я достаточно уже увидел его движение, чтобы просто наносить по один, по два удара. Иногда, да, если умудриться находиться рядышком и уходить от ауешных тем из серии... Ну, когда вам кручу-верчу, запутать хочу. Все, все отлично. Майонез в варенье пишет. И тут Брокли. Слушай, майонез в варенье, ты меня так расстроился с этим, со своим комментарием в новости по Overwatch. Это же ты был? Хорошо, что тебя там, конечно, заминусовали, но прям... Прям расстроился я. Такой эгоистичный комментарий. Такой... Я в шоке. Это ты был? Признавайся. Тебя заминусовали? Давай сейчас сразу ситуацию проясним. Привет, миски. О, сейчас будет вокруг. А, слушайте, у него... Все, я понял. Такой эгоистичный просто. Короче, верчу. Других варенья нет. Ну, печально, ты исправляйся. Потому что мне как-то... Неправильно все это. Ой. Ой. Да, забыл, что четвертый здесь еще есть. Опасно. Вот от этого я ударов не привык, я, что... И опять. Короче, для меня сейчас, пока, это самая опасная серия. Потому что первый удар выходит слабеньким, но он резкий. По сравнению со всеми остальными, он очень резкий. Быстрый достаточно. Я не успеваю просто его и выедить. А потом, отступая в попытках подлечиться, я забываю уже в который раз, что вот эта вот медленная серия с четырех ударов завершается... Завершается весьма печально. Ну, хорошо, босс прям... прям хорошо. Аааа! Как? Мне кажется, я в кнопку провалился просто. А как я отсюда выберусь? Там же лифт. Это вот продумано. Слава богу. Я реально в текстуру провалился. Ну, на консолях всегда очень качественное тестирование. Как бы железо одно. Подготовка к релизу продукта очень ответственная. Поэтому багов на консолях нет. Так, хорошо. Давай, держим дистанцию поближе. Я не увидел вот этого. Не узнал удар. Хорошо, хорошо. Он медленнее, капец. Да, только я все равно... Вот это был выпад. Вот это да. Как? Что это такое? Он первый раз такой хрен сделал. Что-то оторвал от себя и... И опять... И опять... Дрэкс. Это... Руна такая. На дополнительный... А, на резисты. Руна на резисты. О, реза добавляем. Ясно еще. Сазя. Когда я нахожусь вблизи, я не всегда отчетливо вижу, что он там мутит. Возможно, мне стоит находиться не прямо впритык, а вот как раз в метре где-то от него, для того, чтобы лучше узнавать удары. Это удары, вроде как я издалека все, что хочу, узнаю. Но вот когда... Когда он совсем близко, это... Вот. Гостик, сегодня две игры фабулы в рамках теста. Ты не смотрел сегодня? Пропустил, что ли? Не пришел, не подписан? Так, так, да. Давай. Вот это вот, три и потом четыре. Вот эту вот серию я пропускаю периодически. Да как ты не ушел-то, ёпыр, СТ? Сейчас я эту серию узнал, но все равно получил. Возможно, стоит от нее от последнего удара-то лучше все против часовой ушагивать, потому что он как раз эту пушку за собой тянет. А, Петр говорит, уведомлений не было. Пацаны говорили, что по уведомлению проходило. У меня уже пульки закончились. Баф на оружие особо меня не спасет. Что-то, он не так много добавляет в данный момент урона. Может, у нее резист хороший против магии, может, еще что-то. Я снова думаю, может, вернуться к парированию. Что мне тоже не очень нравится, конечно. Ну ладно. Вот-вот и мне туда. То есть три и четыре. Хорошо, хоть... Хорошо, напротив часовой стрелки от этой крыни уходить. Вообще, за спиной у него вроде как... Нет! За спиной у него более-менее безопасно. Что это? Я не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Чардж у него дики, конечно. Да, парам-парам-пам. Да, за спиной, за спиной. Пацаны, за спиной. Да, я! Я уже ребенком погулял, а монстры все тот же. Теперь проходи, я тут. Мы его еще до второй фазы не довели. Как так, пузырьки всегда 20. Ну как, они же в стэше. Сейчас вот 18. Ну, я вернусь. Сейчас пробегусь за пузырьками. Поменяю рунку на более полезную какую-нибудь. Может, даже парочку сменю. Потому что здесь резисты, соточка вообще не нужна. И брокколи на голове тоже особо не помогает. Потом... Потом схожу... Один пробег сделаю за бутыльками. Бутыльками? Бутыльками. И... Так, здоровье и выносливость точно. Здесь все типы сопротивления. Меняем на что? Аджор можно руководству взять. Объединенный потенциал. Можно... Ох! А можно же чудовищ. Не, тогда он меня просто будет разрывать. Еще дополнительный хп брать не буду. Оставление здоровья при смерти. Нет, я молоча оставлю. У меня больше ничего... Более удачного ничего нет. Один Вещи Марии. Вещи Марии. А что за Вещи Марии? Освежи лук. Какой лук? Так. В магазине или сет? А то уверен, что этот сет лучше, чем мой текущий. Бежим ворон. Тут сет ворона есть. Такой плохой. Кейм Херст старенький. Просветительница старенький. Ты не нашел лук? Ноу. Стоп. Где нужны мечи поинт? Не верю, но статы в этой игре не решают ничего, кроме стат на оружие. Так а зачем ты мне советовал надеть доспех, которого нет в продаже, и который их все равно не решает? Расслабился? Мне казалось, что чекпоинт какой-то из последних. Нет, он тут. А, Мерго. Средний уровень. Кажется, оно. Хоры? Точно? Нет. А, Эльдар, подскажи, пожалуйста, где вот, собственно, фарм? Здесь, короче, все-таки по всему, именно хоры. Средний уровень Мерго. У нас бутылки заканчиваются, поэтому для того, чтобы на босса дальше ходить, надо подготовиться. Тут мне, я думаю, хватит одного, но максимум двух пробегов. По сути, косарей 30, наверное, 30-40 косарей дают за все это безобразие. Ребят, ну чего тут? По тысячам? Да, еще же валятся сами пузырьки, что немаловажно. Флекционный корпус, первый этаж. Ну, здесь еще много просто дают и бутылок. Барлин, не заметил тебя. И экспы. Особенно из поросей. О, отлично. Я ждал, что это так закончится. Я не успел, ты не переключил. Два бутылька и 9 косарей, пожалуйста. Все, отлично. Отчарчивается одна. Отчарчивается вторая. Дальше одна. Вторая застряла, как раз. Не на ароком. Да, застрял поросенок. Как тебя туда угораздило-то, друг? Падай. По глазам, по глазам. Падай, по глазам. А, это же 35к. А, уже безумие. Ничего себе, я так не заметил, что... Ой-ой-ой. беда да вот на этих конечно можно погореть зато два раза пробегу 1 хорошо нормально возьмем души туда-сюда чем макер превратился в синтакль ну руна такая я уже устал на этот вопрос отвечать если честно надо снять к черту но и и хотя вот против свиньи мне помогло безумие тоже работает тактика что не всегда два пробега сделать тактик добро расконтролено или как ртутные пули куда чтобы не возвращаться вы просто умираешь это странно вот как-то и занять они тебя ну да 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 урон то в общем то все равно отличный доспех сильно не растет пушка сильно растет готов 1 немножко жести главное не губнуться приятно еще так 1 свинтус побежал вот чардж жесткий причем он сначала меня как этот район хард дамаг нанес когда встретил а потом когда пригвоздил слайдер да нет вроде все хорошо я всегда был худым всегда был худым сколько себя помню единственный раз когда у меня появилась пузо когда я вернулся от бабушки в лет пять мне было тогда только ей удалось разок меня до западе нам это круга это конечно тут удастся как-то мне 16 у кого как мне мне что-то стареет так не падай есть в полете взял давно посещал проктологом со мной сделал прям когда идиота не блока вижу свой труп у нас косарей тут еще 16 там было 36 на 33 и все свиньи побежали и мою ляжем разворачиваюсь с 1 что-то у нас Бедолага. О, безумие. Безумие спадет. 50к на руках. Я сомневаюсь, нужно ли бежать к тем упырям, потому что... Пробуждаюсь заново. На 50 закупим бутылок. Гулять так гулять. Ты знаешь, Асмадеус был прав. Гоу в лекционный, там сейфовия. Что за шутки? Так, надо подумать, каким образом вообще, какую стратегию выбрать против первой фазы. Так или иначе, я периодически получаю... Получаю. Бэкстебы не очень. Парирование так толком и не попробовал. Семьдесят два пузырька берем. И в хижину рядом с маяком. Ну, опасный босс. Он плотный, блин. Плотный. А там вторая фаза еще будет. Ох. Работаем. Парирование или бонусный урон? А, забей. И то, и другое не очень. Не, хотя парирование. Потому что пулик у меня просто мало. На парирование пулька всего одна. В отличие от чарма оружия. Ну, хотя чарм действует, видите, дольше, значительно. И я еще могу, если отказываюсь, вот... Короче, попробую вот так вот. Воу. Ребята. Как у вас тут? Ха. Воу. Не дали экспу. Заходим. Хотел попарировать. Не самая удачная. Твою ж мать! Опять эта серия. Я не как от нее... Наверное, надо на него прыгать вообще. На него. Потому что он эту серию, как, вроде, по одной линии про... Хотя, может быть, это из-за того, что я отступаю, и он на меня так. 20 уже травев на этом, товарищи. 20-20. Я даже не знаю, с какого удара, с какой стороны начинается эта серия. Вроде как он и так, и так ее делал, но это вряд ли. Надо запомнить, потому что эта серия требует быстрой реакции. Ничего, надо сразу валить от него нафиг. Либо за спину, либо от него отпрыгивать. Давай. Не увидел. Камера как бешеная. Как достал. Вот он. Это не оно вообще. Ой, попал. Да как попал-то? Блин! Собака, да? Так, думай, думай, думай. Думай. Так, да. я часть ударов вот четко не не знаю как на них реагировать и вряд ли наверное нужно их прям все целиком учить которые вблизи находятся просто нужно хотя бы на нет надо все-таки надо их не учить а надо их хорошо идентифицировать их понимать как достал 2 забей на спину забей на спину просто бей хорошие возможности на спину не забивает куда ты слышишь опять эту сумму я пропускаю все привет на эксперт очень челленджа хватает не надо не надо он псих я еще вторую фазу не увидел поэтому нет спасибо я пас тем более ситуация экономическая стране да и в мире тоже сложный видишь великобритания вышла из-за евросоюзом тяжело с фунтом беда эксперт сейчас начнется вообще хорошо когда ты находишься рядом с этим товарищем потому что есть например серия заканчивается сильным ударом сверху у тебя реально масса времени для того чтобы его бэкстэблить может быть имеет смысл да имеет смысл просто уворачиваться правильно от ударов и все это не так сложно с это сложно но не так я поздно достал все равно скотина блин я знал я видел но ни хрена что мне с этой серии делать раз удар близко два удар близко там сверху а потом жих вот как 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 чем я ловлю все вообще все можно словить я ловлю тут без шансов удаляй на почему ноги на голове букет никто до тебя не задавал такого вопроса с удовольствием на него отвечу этот букет повышает шанс нахождения шмоток спасибо за вопрос это ровно вот это была плохая идея но я на самом деле думал что вот она что побил по ним ходе в жизни вообще не очень хорошо нет плохо твою шметь бью вообще толку нет прыгай взрыв прыгай прыгай а прыжок надо да как уже второй раз такую хрень показал прыгай я пол так как а вот там окажись прыгай вас прыгай давай прыгай я знаю ты хочешь прыжок все-таки самые-самые надо под него просто он прыгает ты прям не убежишься не то пищу лайки у меня а ты так умеешь покажи свою мощь прыгай вася прыгай 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 да блин не так надо быть быть ближе чтобы надо сразу не поймать вот нет вот она вот она вот она третий четвертый да 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 то 2 2 Продолжение следует... 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 Так, тут нужно тоже по спине Потому что я ни хрена урона не наношу Смотри, какие удары Смотри, какие удары Мою мать Извините Вы меня, конечно, простите Но во второй фазе Он становится значительно шустрельным Короче, я понял, когда у него срабатывает тема Типа, надо сейчас побежать и сверху его ударить И тогда он подставляется под бэкстеп Туда-сюда Миш, босс при атаке часто Уходит левее во время твоего удара Да, наверное А бузер говорит, Петр Какое там ты, что ли? Для начала нужно доводить его стабильно до второй фазы И самый, наверное, быстрый и сравнительно простой путь Это как раз через бэкстебы, когда он на тебя прыгает Прыгает на себя, когда ты на него бежишь Ты на него бежишь, он на тебя прыгает без перекатов Ты оказываешься у него за спиной Дальше Типа дело техники Ну ладно, давай, поехали Ты прыгать будешь? Да Да Ну только слишком далеко Так, давай снова Смотри, я прыгаю О, это тоже хороший, кстати, удар Давай, я бегу на тебя Нет Давай еще разок попробуем Пацаны, чтобы... Давай, смотри, я бегу Хорош Только далековато Хорошо Я перебегаю Слишком сильно его Давай покажем пацанам Давай, вот Вот Ой, нет Это не то, что я хотел Пацанам показать Блин, все Скелетон Кинг Трансиция идет Час сорок пять Планирую еще играть Часа два с половиной Нет, танцовщица жестче Танцовщица... Ну, в той ситуации, когда был спорт Танцовщица была жестче Что здесь я, по крайней мере, переживаю Один-два удара Ну, смотря каких, конечно Но чаще все переживает А танцовщица Во второй фазе были Удары, которые ты просто не переживал Хочешь поспорить на килл? Две штуки баксов Условия Миша, держись Себя в руках А, два... Часа два с половиной нормы как раз Нет Я не готов Десять троев? Иди нафиг Запускай стрим сейчас И давай, убивай его за десять троев Десять троев Здесь в краях Ни стыда не совести у людей Вот он Я перебегаю сильно И его При этом ударим Уже в третий раз перебегаем Хорошо Вот оно Я пытаюсь провоцировать его на прыжок Вот оно Я уклонялся Ни разу не смог После После Того, как пропустил первый удар Уже До свидания Попробуй Хавк пишет Попробуй кольцо Для милишников найти Сразу легче станет Одно кольцо Кстати, ну не кольцо Тут не кольца А одна руна На десять процентов выносливости Это как раз Одно из мастхев Видимо Бить его долго Бэкстеп Вот Реальный урон наносит И исполнять его Сравнительно не сложно Там есть нюансы Но Если отработать Все будет ток А вот Находиться рядом И смотреть Там Туда Сюда Шаг влево Шаг вправо Это Давай Как бы мне Вот оно Бежать на него не надо Надо просто находиться На проверенной Станции Вот Бэкстеп Где шестой строй Спустан Надо где-то на такой дистанции находиться И он На ней Где-то Чаржится Где-то Вот так Он стартует Косой ты, Вась Какой же ты косой, а Блин Я уклонился зря Вот сейчас вот нормально Далеко А, не, нормально Достал Второй бэкстепчик Такой он плотный А, да Это тоже Отлично Где? Да где был бэкстеп Твою ж дивизию Нет Все, я сейчас умру И Уху Уху Господи Как он, как он Да Да Вот он Ну слава богу Так А, ну Ты повторяешь уже второй раз Эту ошибку Ну у него вторая фаза Ребята, вторая фаза Вторая фаза Вторая фаза Я сейчас умру Так, что он может? Цепляет, кидает, бомбит И летит Я ничего не люблю Какой он вообще резвый, а Замах Оу Да твою ж медь Взрыв Да как он достает Я в шоке, ребят И как его тут без бэкстэду О, это что-то новое Э, хорош Оу Схренали Красавчик Значит, он стоял Орал Потом слева от меня начался шторм Я Вам все стороны молнии Я не понимаю, что происходит Ииии После этого прыжок С той позиции, где он был И добивание Такая какая-то дикая Короче Вот во второй фазе Похоже, мне не удастся На такую вот халяву Его бэкстэбить Потому что он резвее значительно И удары какие-то у него дикие Урон повыше Но Но Вблизи вроде как Я несколько раз от ударов Довольно очевидных увернулся Может быть Может быть Может быть во второй фазе Как это не Достал, да? Скотина Прыгай 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 Смотри, прыгай Прыгай Ну, слава богу Есть Верный бэкстэк Сейчас он будет прыгать И туда Да Бомбит Прыгай 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 Ты хочешь Я знаю Хочешь Такой неторопливый Ну Я не увидел его ударов Ну, то есть я неправильно Босс хороший Он будет без смерти его проходить Вообще Особенно во второй фазе Ты даже Вкачаешь хп 50 С двух ударов можешь уходить Не, скорее всего Там можно будет Бутыльками там Какими-то Затавиться Но босс Значительно сложнее Наверное Любой другой Которых я видел Пушку более Медленную Но более мощную взять Это ты говоришь Человеку Которого ловкость 43 Три пушки Одна рапира Вторая Собственно Вот эта вот катана Слэш-меч А третья Это ножички Что ты мне предлагаешь взять Из этого Ультра-тяжелого оружия У меня нет такого просто Прыгай 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 Вот сейчас Вот-вот-вот Вот-вот Вот-вот-вот На У него какие-то Вот эти Вообще Мастер 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 Где Бэкстеп Вася Вася Не надо Прыжок Я видел Я готов К нему Я готов Бэкстеп Мастер Уху Хорошо Прыгай Сюда И в это ударь Ударь Мне кажется Подозрительное место Молодец Стрель Мимо Стрель Еще раз А Вниз Взрыв Прыжок Не надо Вот Против этого Мува Делать Не успею Тихо Сбогой Зак Прыжок Прыжок Я знаю Ты хочешь Смотри Оп Смотри Оп Хорош Не тот Не та кнопка Миша Не та Не та кнопка Михалыч Вот часто Бах Бах На Ну что Я бы превратился На твоем месте Давай Давай Андрей Вращается Нет Ну что Ближней дистанции Попотел Вот тебе Ближняя дистанция Короче Надо ориентироваться Наверное На второй фазе Еще и на звук Потому что Он Взлетает Падает Высоко Поднимает Это свое Оружие Я не видел Когда Ну первую фазу Проходим уже Более-менее Ну как Ну проходим И периодически Это радует Тебе Здоровье И в пати Можно Прыжок Хорош Не достану Не достал Начало Превосходное Но урон Конечно Детский Ну и в жизни Много Его видимо Так и надо Что-то Прыжок Нет Не так Фукло Провоцируешься Фукло А его можно Прессовать И не давать Во вторую фазу Пройти У меня стратегия На другом Заточена Хотя можно Попробовать Его тупо Подэмеджить Когда он Будет пытаться Во вторую фазу Перейти Реально Вторая фаза Конская То есть Если действительно Он будет превращаться Я буду мешать Я же Рядышком Нахожусь В конце концов Одиночные удары Ну Ну Хотя бы эти Отработал Так Давай Прыжок Ой Слушайте Вот здесь Я очень Ой Здесь я очень Удачно Оказался За спиной У него Может быть Там Ну там я не попадал Просто В спину Слишком близко Находишься Напрыжок Ай Ай Крутилка Редкий удар Я промахнулся Я промахнулся С бэкстепом Как вы видели И все Резисто Резисто Брокколи Не дает Дает шанс Дропа Например Немного душ После убийства Тебе не помешает А Так Да нет Там душ Все равно Чего там 20-15% 20 Это 10к Это ерунда Там скорее Там скорее Какой-нибудь физрез Тоже мелочок На 3% Всего Сейчас я поставил Кажется А нет Подождите Это же Это же на башке У меня Я не могу Снять На башке То есть В смысле Это четвертая Вот эта вот руна Там есть У меня только Две другие Они Для каупа Считаются Только Ага Говорач Ты че-то лезешь А да как Значительно Позже Последнего Удара Уворачиваться Зам Съявительный Горь Господи Какой-то Он играет А там Петр Ведет Это плюс 9 К тому Что Забито В Месседж Оф Дэй Не Мне Такие Боссы Не Снятся Я не помню Танцовщица Не снилась Или не Снилась Я помню Что когда Я засыпал Я продумывал Что Что Можно было Сделать По-другому Еще Удобно Парировать Удар Когда Он Штуковина Над головой Понимает Штуковина Над головой Так Ладно Прыжок Прыжок Раз Начало Отлично Прыгать будем Окей Все равно Блин Я Лучше Выпить Хотя Зачем Если Все равно Там Проводил Удар Спокойным Ооо Оно Еще Как оказалось Ну Протимся Блин Это Близко Хожу К нему Начинаем И это Вот Здесь Он Срабатывает это вот на этой дистанции срабатывает может нужно именно бежать у него зачем когда его приспичит прыгнуть блин я застрял хороо кое-как кое-как бешеным становится иногда все свободно держит дистанцию провоцируешь его на прыжок доводишь до второй фазы как же как же ты не попадаешь там ее пресса тэнт как же ты так можешь до мазать в спину человеку и и все рядом находиться до будет четвертый да особо ему не помешал особо я ему не помешал в фазу а вот против это все это удары хорошо слушать я и я бэкстепчик получился 1 2 фазе так давай-ка я не вижу ничего где он там понятно ладно чипер слепая встал во второй фазе вот и пошла в конце не вся можно отходить от него не пытаясь развести на бэкстеп левый стрейф когда ты вплотную два удара левый стрейф от блин короче спасибо нет я пробовал бить с руки это значительно медленнее получается чем бэкстеп урон где-то один к восьми выходит тем более как бы зачем менять то что работает мы его сейчас стабильно доведем до второй фазы там будет все ок ну то есть на второй фазе будет все сложно конечно но на второй фазе вот удар сверху был тоже таким классным прыгать будем ну 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 родной не на первой фазе просто можно видеть держать дистанцию он особо ничего не делал хорошо ушел ну вот я побил его раз шесть пять наверное раз ударил сколько урон нанес половина от того что бэкстебель можно сделать и при этом еще риск каждый один раз два и три с убивать его можно по разному я хочу так как раз на а но в 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 да у него у меня ракуя плюс 10 максимальный грейд и хороший самоцветы 2 по 18 1 на 15 диабло как м.д. сначала родителей поубивал а теперь до сериалты добрался что за человек такой есть сомнения что главный герой адекватно что он действительно несет добрые светлые в этом мрачном мире что он действительно охотник но учитывая то что я в сюжете вообще не разбирался не мне его судить добро успокойся снова прыгали ой достал молодец все четверть пп вася но слишком близко подошел дистанция была хорошая ну как-то настроен на прыжок настроен еще бакстепчик он бесится а рот крутится зря так переход фазу я постараюсь вообще не это самое оп 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 слушай а у него хп мало ой у меня тоже что то не очень мало мало осталось ой плохо нет два ударов ех паразит коса 60 косарей ачивку дали или паразит коса фух это пушка на 20 на 20 а модификатор что это такое когда волны выбрасывают на берег тело кос его внутренности распирает от множества корочных паразитов нетипичных для людей ну что вам понравилось то хоть пацаны этим ни на что не похожим оружием можно только размахивать крепко зажав кулаке но говорят что паразиты побуждают сонмы фантомов населяющих а побуждают побуждают населяющие сидящиеся дерева ладно ну босс конечно клевый подход по крайней мере на первую фазу все таки был найден какой-то опа это кто такой такой более-менее безопасный и достаточно быстрый а на второй как-то все закрутилось завертелось я видел что его можно побить побил в самом начале потом что-то там поворачивался наполучал от взрывов ну нормально все это и есть сидящиеся дерева так куда же теперь убей говорят это темное сейчас кину хотя бы о герман ждет у подножия великого дерева вот это что финальный босс герман же это первый охотник нет да ладно да нет герман нет но вы уже говорили что забей на него пока единая ибрайтос а подскажите где ибрайтос я помню мантичу очень-очень долго мучил она же только сейчас заметил прикольно так вот мало чай шанс найти предмет поставлю тачки здоровья после смерти ладно поставим вот так все чтобы вы не это самое не переживали и не иди герман у тебя еще пару боссов не бит вот хорошо ой господи так а давайте стоят дужки пожмяк пожмякаю еще левел может быть едва закину довольно плотно там был с ракет там был с ракет у брокколи синергия с той пушкой с этой пушкой какая синергия ааа тяжело продавать кстати можно цеж комбо с деревом а у молочая синергия с паразитом так а я все равно эту пушку не смогу использовать мне нужно 20 тайны а я есть дерево это не шутка была сумма фантомов набери 20 тайны и протестят как-то это дорого выходит 20 тайны особенно сейчас когда там за левелап больше 40к я в дпс пошел так а где вот ибрайтос которая дочь солнца направьте меня пожалуйста многоуважаемый сейчас по боссам пойдем в яргул в то место где бабки пыщ пыщ яргул в то место где бабки бабки какие секретка и ключ а погодите кажется церковный о зероэль поддержал вас канал на сумму 100 рублей миша вернись на битву с сиротой и убей черного духа так надо а потом в дельце есть еще один босс сейчас обнимемся проверим может ключ у тебя уже есть ключ 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 какие есть гробницы лунарии лекционные железная балкон астральная часовня всякие значки инструменты и прочее вроде я ключ не находил тогда не возвращался и так покупаем бутылок что по урону за три возвращаемся на побережье а дочка космоса она не солнце ясно но этот товарищ довольно таки да тем таки очень даже мочим дух а потому что так надо и он кошмар повернул и он улетел куда-то опа кат-сцена ребята сюжет опять же все станет на свои места а sweet child of course turned to me the bottom the bottom the bottom the sea accepting of all that there is and can be ой хорошо теперь мы перемещаемся в сон охотника потом в ернам да перед амигдалой который стреляет глазами what нужно спрыгнуть в дыру в заборе what которым открывается понятно значит для начала мы идем ергул там где бабки пыщ-пыщ ергул там где бабки пыщ-пыщ ергул духовные деревни или это в полной деревне перед амигдалой которая стреляет глазами которая стреляет глазами амигдала который стреляет глазами там где много бабок амигдала стреляющая глазами часов не сказали ближе я не помню если честно куда тут что только на вас надеюсь там еще в другое место отправляют мзероль сссс лайк часов не аргул да это лифт направо спуск вниз к ведьмам но где эта штука которой глазами стреляет вообще ума не приложу амигдала эксперты куда он направляете лауренс еще не убили фонарь часов не находится прямо мигдалой который глазами стреляет а это наверное речь о вот вот выходе вот этом там штука стреляет лазером но хотя это так амигдала это паучиха там нагородка которая изи даже не помню которая изи тебе где куча бабок стоит дыра в заборем бабок это кажется назад нужно идти вот как раз наверх подниматься и там действительно куча бабок и в на первым на первой площади и не внимательно смотрел и на второй этаж сама бабки не вижу дырых заборем да там видимо налево надо повернуть я помню где они там служат но я там вроде ходил ага через два метра от смерти дыра понятно но довольно сложно такую штуку найти просто потому что тут много шума надо можно через два метра от смерти а вот она гасить а метры опты шьёжик я возможно пролетел там был еще один балкончик хотя он волок фух перед пайсел кровь вот ключ к верхнему собору это видимо он открывается а я помню эту клетку да никак не знал как не как пройти к ней от постоянно спаунились вот эти вот упыри сзади стрелок чекаться которыми убить море стреляет так и куда мне теперь с этим ключом соборный округ соборный округ и в башне носовой вверх понял про ту башню помню направо выход из соборного округа и внутрь заходим там много мелочевки двое стрелков сверху на на мосту тебе встречает один внутри много народу и да помню помню спасибо дайте мой dlc до конца закрыть все zero я уже на пошел в нужном направлении соборном округе в башне где много кувшинов по поводу кувшинов не помню чоков со счетами но ты в делся еще одного босса не убью же или прямо принципиально что надо сначала туда сходить думаю приятно главное к боссу к финальному не идти брокколи куда делать не принципиально галитры длина отлично столько было вопросов по поводу брокколи стоило снять вопросы относительно того как так то вообще вроде как направо-направо потом еще раз направо поэтому посту данного рис соборном округе башнями я думал что речь а вот этой башни об этом или я не туда 5 до правильно идешь на чувак на самый верх тут много леймингов типа бла-бла-бла все-таки достал тихо дед спокойно я просто убиваю хотел избежать удара так и наверх но учитывая то что я здесь не собирал может быть ладно забей что можешь осколки кровавика найти какие-нибудь еще один стрелок еще на стрелок довольно быстро ударов там ничего а вот и дверь да там где много кувшин но я здесь был но двери не открыл открываем двери открыто с помощью ключ к верхнему собору верхний соборный округ новая локация кто такой 130 экспы дает у меня еще смотрите котомки за спинами на поясе мешок за плечом мешок доспех оборванного бродяги соответствует котомочка такая опа голубой эликсир ой это как классно особо не сопротивляются отлично чекпоинт впереди впереди красивая очень очень красивая красивый замок эти не живые надеюсь ставят подозрительную что-то дверь явно не открывается это видимо шорткат великое озеро был у меня уже одно озеро мне кажется тоже великое это возможно давайте посмотрим что это за ровно а тайное было снижение а это тайных повреждений а великое снижение всех повреждений на 4 процента вот это очень хорошая штука универсальная у тебя все так же меч Мария ну да вроде он мы с ним бегаем полноценно только в одну трансляцию маленькие начали плеваться ой вороны красивые кстати удары и стагириат еще классно прям против массы врагов то что нужно чувак с косой он удар не держит потому что видимо я слишком слишком поздно уже сюда пришел ооо это с хорошим резистом явно одеяние хора перчатки, штаны слабо верится что хор меня чем-то удивит от тайных 150 и от огненных великолепные резисты тайные огненные причем вот топовые по тайне 150 я не видел по тайне еще там что-то светится и так давай-ка лучше зажжем на пропускающем там справа лут был я подозреваю что там как раз тупик надо бы сбегать посмотреть на ловушку очень похоже это же пес тот самый пес с которым мы на мосту встречались длинный коридор лутецкий тут дверь закрыта ну тупик понятно а описание просит прочитать секунду давайте посмотрим одеяние хора высокопоставленных представителей церкви исцеления члены хора одновременно высокопоставленные клирики церкви исцеления и ученые которые продолжают работу начатую в бюргенверте вместе с покинутым великим они глядят на небеса в поисках астральных знаков которые могут помочь им заново открыть истинное величие так тут аккуратно тут везде в общем-то аккуратно вижу спуск вниз проверим что здесь очень тихая такая локация протяжная тихая музыка псы одного с выпадом убил второй конечно три удара пропустил я сам виноват ладно майкер убил босса из DLC с почкой с какой почкой если самого прошлого то да рев чудовище инструменты любят позаимствовавшие рев чудовище на мгновение чтобы бросить окружающих два пса это опасно так скажем бежать совсем недалеко через мелочевку через чувака с косой потом будет у нас в темноте в темноте в белом пальце показывать лучше бы время не терял сразу бы сразу бы атаковать начинал поклонился и зачем-то человеку так смотрим там 20 с лишним косарей было возвращаю тут я проверял уже тупик они уже здесь три собаки три собаки не две тверной проем а ёпра это не тверной проем так ну давайте а вы пройти не можете ну это халява я считаю но удары мощные да ёшки матрёшки а сделан давай так так вот хоп и давай ещё разок там стаггер очень хорошая штука слушайте прям реально мешает атаковать врагам вот эта вот атака L2 когда оба оружия в руках у тебя прям очень хорошо два пса особенно опасны когда их три да так тут люстра минус ещё псы я твою отожрался молодец чувствую западня он вытягивает у меня озарение видимо два озарения минус класс просто класс мне он не нравится он же кстати сидел ещё минус два да 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 зато два куска кровавика получил счастье то какое это было лишнее озарение да уж людвиг был опачки но место конечно опасное но я видел там слева лут о это шапкатик откроем да да блин я почему-то не атак не протоковал почему я не протоковал я не знаю топ а тут шапка добрый вечер дарк темплар фри минус 8 озарение минус 8 оно мне вроде уже пока особо не нужно я надеюсь так задача восстановить восстановить души желательно скипнуть псов так давай наверное все-таки нет давай лучше с этим против псов я только буду использовать вот он сидит если если ловишь то до свидания а псы будут сразу здесь у меня будет опция пройти мимо а вон они сразу же идут ой сзади один все прощаемся тут правильно надо было переключать другой режим и крутиться я что-то не знал что один пес уже сзади по дефолту что ли сзади спаун или сверху падает пули зажала заре не потерял а что пули быть сделали так давай попробуем попробуем так без факела можно фонарик поставить чтобы хоть как-то освещал пусть мне кажется что надежно будет именно с двумя пушками побегать вон этот раз он кстати решил а может быть это из-за того что у меня факел был он мне в прошлый раз да творишь добро так давай фонарик поставим реально хоть какой-то подспорье будет так один пес вот сразу за углом да непонятно успокойся добро фармить их прикольно так третий же еще был вот он собака вон хорошая атака видите три таких атаки и они не могут ничего с этим сделать а еще четвертый только вот если первыми не проатакуют атак прикольно души восстановили шесть косарей получили но я сюда не ходил помню мне в противоположное крыло потому что там судя по всему шорткат я видел что есть есть лут прямо по курсу но кажется надо сначала более а этот жив еще 5 что ли куда крабик а крабик уже исчез поднимаемся тима кромешна сейчас будет посветлее вроде как надо вот этого взять ключ от приюта открываем без использования ключа опачки здрасте установить контакт как мы может время для высшее существо да сирота убили может ему такой же знак показать раз он там стоит осмотрюсь помню бесформенного еще один нет блин ну я не успел нажать это знак нужно огромному мозгу в темноте показать огромный мозг в темноте ой ой сок кровави там где мы такие коридоры Я понял, где эта дверь, наконец Это те самые длинные коридоры Которые в самом начале Хорошо Это у нас шорткатик открылся Дальше Можно спуститься вниз В зал Хотя нет, это еще Господи, сколько всего Голубой эликсир Раз Колпак с повязкой на глаза От тайных защита великолепная Но безумия у резистов нет От тайных Знания безумца дают Опасно Жемчужный слизень Знаю, да, вот все Знакомые места Хорошо Теперь вернулись на первый ярус Осматриваем здесь все Опять же лучше с факелом Потому что не видно низги Ритуальная кровь Ритуальная кровь Кажется, вот ритуальной кровушки У меня еще не было ни разу Ритуальная кровь Опять это Для Для ритуалов чаши А, он захватывает Ой-ой-ой Как повезло Так, господи Оказывается, это парализация У него Я первый раз Ловил ее Значок Хранителя Космического ока Это, кстати Значок Ассортимент в магазине Да, даст нам Значок Члена хора Почетных представителей Церкви Сцеления Оку символизирует Сам космос Прозрение Явилось хору Крайне неожиданно Почти случайно Вот мы стоим Укоренившись ногами В земле Но может быть Космос совсем рядом Прямо над нашими головами Интересное предположение Так, все Оббежал Осталось Насколько я понимаю Одна дверь Скорее всего Будет использован ключ Есть у меня еще жест Неприличный Да, открываем Открываем дверь При помощи ключа Бешеная холодная кровь Говорит Шорткат пропустил Может это здесь Невнимательным Хотя какой шорткат Если я дверь главную Открыл И не сразу На второй этаж Правда не совсем Понятно Правильно шло Ничего не пропустил Блин Тут у нас Рычаг Открывающий Ворота Может быть Кстати Это и есть Шорткатик Списк вниз И к этому Да Можно 33к потратить На бутылки Раз уж такое дело Возвращаюсь Все на охотника Так 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 Босс близко Нарастерял я Озарение Вдруг пушку найду Плюс 10 Не сделать Там есть еще одна Лучок Купи еще вещи Марии Вещи Марии Нету 46 бутылок Поехали Людвиг это убил Говорит спонжбоб И пеку ставит Да Ты что пропустил Это опять же Я его вторую фазу С первого Трая Между прочим Ну бас Вещи Марии За озарение Так а зачем Зачем вещи Марии Если они не очень По характеристикам Вот Вот Одеяние Охотницы Марии Кровавая защита Очень классная 150 Остальное все Красивый шмот Красивый шмот Понятно Красивый шмот Красивый шмот Старый Кладбище Черного Церковь Добрый Нет Верхний Соборный Округ Слово Как называется Сет Который на охотнице Лохмоть и бабушке Ну да Почти Почти Ну там сразу Просадка По физике Пойдет Зачем Это вот Тей попросить Надо Она сразу Купит Фонарь я Пожалуй Убираю Нафиг Можно поставить Еще На проверочку На проверочку На проверочку Глаз черного Неба Посмотрим Как Какой урон Будет Отличный Шорткат Вообще Прекрасный И забираемся Сюда Красиво Конечно Ой Красиво Привет Главастик Стопы Опять Плантации Ромашек Огромных Странно Это все И пустота Настораживает Пустота Холодна Помни Убить Первым What? А Послание к небес Это босс Это блин Босс Поехали Поехали Что-то у них Не уменьшается ХП Это видимо не то Что нам нужно А вот они Воу Воу Гриб Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти далее это не босс ну написано что босс а причащение количества кузырьков максимальная теперь в окно иди да 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 я вижу там сейф и такую штуку мы уже разбивали опа c похоже на босса опять луты наверно там снова перепрыгивать типа на для не похоже просто лут не может такого быть зов вовне зов вовне в чем вовне где он количество трех штук между прочим чаш наверное тоже да затемненным один из тайных ритуалов хора давно давно церковь использовала фантомов для достижения высшего слоя тьмы однако не смогла установить связь с внешними границами космоса ритуал не смог достичь поставлен цели на место этого создал небольшую взрывную звезду который теперь является мощным оружием в арсенале хора что нужно чтобы ее юзнуть 40 тайны просто 40 тайны а так практически ничего а вот так удар руки распускаем я погодить оправили здесь вдруг что ничего бутылки есть все есть лифт долгий ахаха босс я возвращаю лифт можно помощника взять алтарь отчаяния да я видел где-то год назад когда там мантич ее бил братан удачи тебе крепись держись это магию заклинание которое юзала в второй фазе много мелких снарядов это изи босс понятно фух что мне может пригодиться парирование мне сразу оставить бонусный урон ой я не то убрал как раз вот рейн что мне может и поможет надо поприцеливаться с него и начнем здравствуй родная может дружить будем а поговорим поговорим нет тут штук ты снял ее ничего не снял а 200 да я слабенько забудь баф клинка воу так восстанавливаем выносливость да добро ну дай мне подпеляться так фаза будет 2 это и есть видимо вторая фаза фаза будет фаза 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 сейчас будет чувак с тростью здравствуйте прямо налево на вверх направо здесь бегал наверх и скипаем шар и все и сейчас большое рядышком и ребят вы чего хорош нормалды скипнули большого пришли да вот он он был не активен видимо сейчас все изменится когда приходят они ой 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 красота как с подхмелья снимается так значит левая рука у него огромный просто правый он держится за голову и кричит первый викарий лоренс ударов сплэш вокруг причем мы после этого он еще опять удары раз и вытаскивает и опять сплэш сейчас меня убьет нет чудом у вернулся дорожки у тебя есть другие движения ой ой это слушайте это кажется была атака я мог его по голове дябнуть вон овы пошли хорош серия из трех а это что-то новое вот оно ну давай еееееееееея двие двести куда побежал гад Да я не увидел, что он там творит. Ну, в принципе, понятно. Дамаг хороший наносится, урон у него не такой высокий. Все нормально. Чем больше просвещения, тем больше приемов использует противник. Хотя Агита говорит, откуда вы это берете. Видимо, нет. Видимо, неправда это. Это было бы очень сложно, кстати, реализовать. Чушь, говорят. Лузер, ты чушь написал. Ты такой лоу. Так, короче. Огненное. Смотрим, где резисты. Колпак старого 60, но были более удачные. Ернамская шляпа. Тайные огненные. Нужно что-то... Что-то такое более-менее... Огненное 50. Огненное 60. Не, слушайте, неплохой. У бродяги резисты так огнем. Только вот. Вот, что нужно. Парадный костюм старого 120 резисты. 140. Одеяние обугленного. Точно, обугленный же сет. 70. 80. Окипарик обугленного есть? Нет. Капюшон оставляем. Побежали дальше. 25. Озарение набираешь. Монахи заряжают оружие. И с фонарей начинают стрелять еще какой-то моб. Так, речь о боссах же сейчас. Насколько я понимаю. Воу-воу-воу. Твою ж меч. На, ты бегу. Да. Привет, квадратный. У боссов одинаковое количество атак, а вот мобы начинают вязать некоторые атаки. Да. Понятно. Проснулся, водичка попить. Тут, понимаешь, стримчанский. Тащи даже, посмотрю, слегонца. Тут сейчас будет босс. Я только один раз на него бегал. Тебе понравится. Он клевый, он красивый. Жалко кат-сцены уже не посмотреть. Но он такой, прям, с огоньком. Мимо камня, к сожалению, никак не пройти. Так, пацаны, открываю дверь. Ой. Про то, что... О, пузырек. Ой. Бей, Михалыч. Заходим. А вот и красавчик. Так, помним про атаки. Я не помню ничего вообще. Что это, сверх удар со взрывом. Нифига себе. Да, взрыв там. Вот, это же атаки. Короче. У него было процента 80 здоровья. Мне хватило. Мне кажется, что я зря поменял сет. Потому что мы же не знаем, какое там соотношение физ. урона к огненному урону. Может быть там... Все не так просто. Мимо камня с левого края вплотную к перилу можно пробежать. Попробуем сейчас. Я вроде прижимался, но вполне возможно, что его неаккурат по центру. Голенький, иди, говорю. Кажется, девочку играю. Я же не знаю, просто так без повода голенько ходить. Обижаешь. С левой стороны можно камерой убежать. Открывайте. Смердно. Блин. Ой, да я же... Я же просто пройти. Без очереди не пускай. Доброе-доброе. Как говорится, пше-пше. Заходим. Давай, я твой удар... Вот это вот, я не буду подходить, хорошо. Раз уж теперь ты взрывоопасный такой. Это он же. Захват. Захват. Ну ты мне на танцовщице напоминаешь. Вы случайно... в третье Dark Souls не играли? Какие... Что ты делаешь? Какой-то он странный. Как будто не можешь поощрить, что взрыв будет. О, стоп. Стоп, 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 стоп. Давай. Ну не достану я. Так, все, у него... Ваза. Ваза бешенства. Красивый такой, а? Не-не-не-нет. Сейчас, что-то плохой будет. Что ты там показываешь, слышишь? У нас тут бахается так. Просто нельзя вообще давай какой-то хрен делать. а подзад да похоже он такими вот темами бафы получаем ну удары у него довольно хорошо отличимы все нормально сейчас убьем все будет я оставлю оружие только в правой руке потому что он пару раз мне зад свой подставлял особенно когда вот вперед чаржится и прям такая такая цель привлекательная а он лечится до половины когда так делает пули летят фаризис помог но тут фиг знает я согласен мне кажется что урона я не стал меньше получать открываете глобцы марин приехал ой давай в тиме играть о хорош не он соло игрок кажется это не взрыв и не баф и босс так залечивает поврежденные конечности бьешь по руке станешь его он зализывает ран может опять застанет ударить по этой руке как все хитро кто бы знал да я понял что я пресс-экспирин пытаюсь сделать но нет тут так не пройдет ну я смотрю отнял на четверть хп думаю ну сейчас я пробью восстановлю хп вообще изи он еще пробил думаю ну часто вот хотя бы вот эту четверть у меня половина хп сейчас вот до трех четвертей восстановлю и все будет нормально кто там шумит вот и вот так слово за словом получается все жесткий босс нет не жесткий по сравнению с этим косом или как вот он это вообще халява то есть он убивается у него здоровья мало урон не такой высокий движение понятные все отлично то есть он надо было раньше на него идти ой что-то маша что-то лучше просто лучше пульте правда заканчивается хорош а вы как относитесь с бэкстепчиком что там какой-то нормально пились взрыв хорошо оп оп что делать нехорошо напад такой слуху вообще понятно зачем я не вижу ударов не погоди 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 давай мы так не договаривались а вот группу за залечь попа подставил на я уже все время не остановить на столбке а тут колонна просто выбиты лишь серьезно 3 еле еле и вернулся я все получаю вообще все 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 у него большинство ударов перед собой просто стараться держаться попца и все вот сколько помню у него все все перед собой то есть конечно кливы может между ног мы прыгать просто там конечно ножки у него маленькие не проскочу наверное примерно 35 ударов на конечность надо чтобы застанет ясно проходим хренали хороший удар ты же не кач и ловкач что-то с ним в размен идешь да потому что аркадий мое второе имя вот что я делаю три удара пропустил три удара пропустил умер все пропустил да не такой простой но убьем и убьем еще убьем заставку к сожалению не посмотреть ну то есть я не знаю как это делается она вроде показывать столько раз можно сл1 там пройти и посмотреть внимательно или на ютубчике прогуглить ну смысле поискать прогуглить youtube в угол на этаже так вписка интересная пройду здесь но потом до смерти не сложнее ds проходится не я не буду слишком долго и маловероятно не хватит терпения достал таки а что ж такое-то хотел держаться по царе а по факту получилось как эта хрень 7 бутылок вот это урон чем ближе видимо к взрыву тем больше урону захват повредили конечно и ударом все удары танкуем что делает подкач-перекач да 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 причем я ловлю прям не просто удары а прям серии ловлю и после того как словил серии еще умирая а так то да надо его наверное как вот этого последнего демона в dark souls то есть просто каждый удар сверх внимательно они кстати очень похожи в плане они похожи тем что как бы оба огненные всякие там фаерболы взрывы опасные выглядит как ища деда а да там правда булава тут огромная рука урон по руке круче чем по ногам да похоже на том да ребята опасно на руку таргет не поставить может быть его без таргета наверное стоит ребята сзади так что за таргет сейчас проверим надо действительно посмотреть на его удары под этот сильный удар с руки наверно даже ссываться не стоит слишком много не снимает а он с него начинает всегда опять он ну елки стоп а кажется перед нет но это что-то новенькое да я же это серия из ударов наверно шести получалось так давай да да твою ж я слишком рано блин уклонение не знаю слишком рано уклонение круто я думал прям вот причем я его в первую пару-тройку траев не надо передохнуть давайте две минутки перерыв сейчас убьем даже минутку это он он и он пацаны есть подозрение что когда вот он первый этот удар вообще все первые удары у боссов если не вот так с дефолта начинаются они как правило ну вы либо парируется либо уязвимость какую-то проявляют короче мне кажется что взрыв который от руки идет именно 2 он не не дэмэджи ты прям стоишь перед рукой я попробую сейчас этого удара увернуться и побью руку находясь прямо перед ней во первых есть вероятность что я там нанесу какое-то количество урона непосредственно к руке он не сделает взрыв например попробую здесь на ногу посмотрите по настоят ой спасибо тебе друг я проверю эту тему правда могу от ваншот отлететь но главный первый удар не ставить вроде раз когда подобного уж таргет не помешал надо сравнить не безопасно хорош опять рука скипаю руку это не та рука которую я ждал зря блин какие серии да вот эту серию я надо за 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 него за него за него попсу чатик притих босс то вроде простенький да вроде да мне показалось сначала что да но скорее все показалось потому что я там как-то за и выдел парусей и нанес довольно большое количество урона но сейчас например была серия да когда там руки загораются он начинает правый там клиф делать один-второй таки размашистый удар как достал да рада одиас я об этом как раз и говорил что на старого короля демонов похож очень похож но старого короля я помню как так просто что-то сейчас не а демон соус я не проходил кстати проходил вот дарк соус сейчас блокборн процессе а вот демон соус так а удар взрыв запопят запопят сразу захват опять ну наверно о вот оно нет это не оно не стой перед ним миша там же ни черта не видно и все удары по тебе проходят ну вась За него О, два неправильных поворота Я думал, что это короткий удар слева Это был такой Может быть под руку А может действительно по часовой стрелке попробовать Не в сторону этой руки А в обратную сторону Он вроде как сам ко мне поворачивается Когда я его обхожу справа Он оказывается ко мне развернут То есть я не Может быть он сам поворачивается В противоположную сторону Швайрлорд Привет Вторая фаза была уже Но была давно Врежденным конечностям урон Выше мы не уверен Но это похоже конечно не факт По руке больше урон говорят И вроде как с этим не спорили Но если честно Я даже не видел Когда Я видел как он лечится И не видел как он Походящийся Мне надо отвлекать Ой какой резкий удар Я видел Что со мной Труф Я труф На себя какой-то тянул При этом перекатывался И труп такой Ладно Заходим О там что-то про молнию сказали У меня есть молниевая бумага Больше проще Нужно попробовать Да-да-да Босса надо убить Жена подошла Смотри какой красавчик Ну потому что я не увидел Что это опять второй удар Я думал что Когда он резко перестает Атаковать рука на пол Падает и куча борис клавы Это есть стан Ты мою руку повреждаешь И типа в этот момент Нужно мочить по руке Понятно Там что-то Торгет на голову Можно поставить Ну голова как-то высоковатая Он вроде сильно не опускает Ну при стандартных ударах Надо было резче поворачивать сейчас Резче Жидче Просто просто Этих надо было отвлекать Чтобы они отходили И пропискали Можно было Блин Злой Какой злой Не только в тот момент Пока он не залечит Они повышенный урон Понятно Пока не залечит руку Пока не залечит руку Я молнию не поставил Ой Опять Опять Я под нее Он у меня сзади Ох 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 Пригорел Горитфанат Да Это смешная Шутка Так Мне где-то Да 10 зарядов Молни его В маги Поехали Поехали Слушайте Мне кажется Что резисты Нафиг Не нужны Я В бродягу Оденусь Там тоже резисты От огня есть Но там зато Физ резист Хороший Простите Не удержался Да ничего Че просто Бывает Так и бывает Опа Вернулся Молниевая бумага 10 зарядов Можно проверить Только надо зафиксировать Какой урон мы наносим Я думаю Что там сильно не возрастет Потому что Он же фикс добавляет Они и так Отличная Просто Отличная Ворвался Добрый вечер Игроподобный жан Не оцениваю По достоинству Но противника Не мог услышать Пройти мимо И не мог Не мог Пройти мимо Добро пожаловать Трансляция Правда Скоро закончится Но Я тут Заряжен Воз Непростой Ланшоты Есть 357 Рож Каленка Что ж Так Что делаем Что это за Захваты Вот Рука Поврежденные Ох Как увернулся Царский То Ой Что это было Он Псих Попал Таким Ни черта Не вижу Вижу 2500 с половиной тысячи занят нанес урона вставай тряпка бэкстеп не фурычит вторая фаза нет, это не подлечился просто просто подлечился вау кошмар лечится, да вот это да, с ударами опять опять взрыв взрыв 3000 ой, он поймал меня, фулл хп половинка половинка это норм блин да, не увидел два удара пропустил молниевая бумага 350 сколько там, 1 или 7 что-то в этом роде было фух а серию с двух рук и с бумагой да там урон на самом деле не сильно отличается хотя у меня а, да можно сейчас попробовать альтернативный режим просто потому что я думал что я его буду бэкстебать а я его не буду бэкстебать потому что по заднице я ему пробовал по надавать но он отказывается вообще 357 ага сейчас проверим вообще может быть он и стагерится будет вот с этой атаки хотя вряд ли такого демона можно как-то ошеломить вау вроде один знаково с ракушкой прибавляет с 80 ясно молниевая бумага у меня в зарядах есть а вот что касается ракушкой тут заканчивается да, можно попробовать здравствуйте не попал что-ли? как так-то? тут еще серийный, а удар меньше так что если воевать то наверное только вот с этой сильной атакой так ну давай молниевую бумагу захват но он не стагерится чего в общем-то и следовало ожидать в общем-то в общем-то взрыв что ли а вору вредили knew 400 неплохой урон конечно и там было река я помню Не-не-не Медленные такие удары Надо уворачиваться с дилеем Опять же, выворачиваться с дилеем Смотреть на удары Я уворачиваюсь после крика И это происходит значительно раньше, чем нужно В этом проблема В принципе, можно с таким подходом С таким типом оружия В нем есть плюс Потому что, если ты находишься рядом с ним То ты в любом случае его задеваешь Потому что вокруг тебя Кружишься И что-то задеваешь 30-36 урона с двумя клинками Как 30-36? А, ну может быть, да Может быть, да Может, для себя Оказалось, что там было чуть побольше Ну ладно Ну армор точно не надо было Ребята, зачем? Как на свои Как на граду Первый трайс А мне дальше Так бывает Хорош Прям мужик Выпьем Таргет только сними О, луч Блин Пузырек понадобился Заходим Ой Жмякань Опять Захват Захват Это был Ни черта не вижу Вот сейчас хорошо Все три удара скипнул Да, от этого решил не уворачиваться Почему-то, да? Круто А Герман останется Сил Нет, я думаю Герман Это мы сегодня уже все Да, я не уверен Что мы сегодня Жень Жень Две минуты Так Что Если серьезно Для победного Трая Все удары Смотришь Правильно Уворачиваешься Не рискуешь Бутылки Все потратят Батр Не рискую Батр С grup Два А С Пания Опер Прик хреново начало все две минуты я же говорил беда шо это хватит что это так рукой богу опять будем поставить нененен лучше давай его спокойно 2 фазы ведем на этих ударах 1 2 удар сверху а он лечится раз два три четыре удар сверху лошадь 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 вот сейчас удар сверху Да ты задрал. Хорошо. Спокойно. Забыл я про этот удар. Вставай. Захват. Опять он правит руку свою. Продолжение следует. Вау. Вау. О, хорошо. Вау. 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 Пока. Вау. Вау.